Добрейший денек, дамы, господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Паин. Сегодня 7 июля 2021 года. Продолжаем беседовать с вами в теплой дружественной обстановке. Канал называется «Будни Америки». Начнем с комментариев по комментариям. Пишет нам господин Андрей Агарков. Это опять же в тему про узбеков, которые мы муссировали пару выпусков подряд. Пишет Андрей, не вижу ничего плохого, чтобы в разговоре обозначить национальность человека, если, конечно, не делать это для выражения неприязни и ненависти. Я так не считаю, сразу же говорю. Это зависит от контекста. Если вы, конечно, говорите, что народ Узбекистана запустил ракету, или производит телевизор, или выпустили то-то, или представитель Узбекистана взял Нобелевскую премию, или вот, скажем, народный ансамбль Узбекистана делает это, или на рынке в Узбекистане есть пахучая дыня, и там стоят узбеки, которые продают дыню. Вот тут я понимаю. Но просто когда пришли рабочие, привезли норвежские елки посадить в городе Москва, говорить, что приехали узбеки, неправильно. Это не контекст для того, чтобы упоминать национальность. Такое мое мнение. Дальше пишет Андрей. По своему опыту скажу, самый ужасный рассадник ненависти, и не только по национальному признаку, это социальные сети. А тут я согласен сто процентов. Почему? Потому что по морде не бьют. То есть я могу что угодно сказать на кого угодно. Меня могут пожурить, а я в ответ, как грозный перец, скажу, пошел вон, сам козел. Но в реальной жизни на улице я бы никогда не оскорбил бы такое количество людей, как я могу сделать. Я, конечно, не буду этого делать. Как некоторые люди делают в социальных сетях. Они люди ущербные, возомнившие из себя нечто. Их никто не может остановить, потому что они в соцсети, они невидимы. Они скрываются за никами. Поэтому они ведут себя некрасиво, но ничего изменить нельзя. Нельзя, к сожалению, Андрей, ничего здесь нельзя. Вот Андрей продолжает то же самое, что я сказал. Люди в жизни никогда не скажут и сотой доли того бреда, который они несут в интернете. Поэтому нужно научиться ограничивать свое пребывание в сети и игнорировать неприятных людей, которых в сети великое множество. А упоминание о принадлежности к нации несет дополнительную информацию, которая, зачастую, является небесполезной. Опять повторяю. Очень небесполезно знать, что норвежские елки под Москвой были посажены узбеками. Очень важная информация. Да, Андрей? Дальше опять про слово followers. Вы знаете, подписчики нет. И не согласен, хотя я знаю это слово. Конечно же, subscribers. Вот Илья Кочергин, мне кажется, ближе всех предлагает термин. Он говорит для слова followers, он предлагает слова русские «посматривающие» или «подглядывающие». Подглядывающие сразу мы отметаем, потому что подглядывают за теми, кто не хочет, чтобы за ними подглядывать. Иначе они не подглядывающие. А в интернете люди хотят, чтобы за ними смотрели. Поэтому подглядывающих нельзя. И followers нельзя назвать подглядывающими. Посматривающие, может быть. Но тогда, может быть, я бы уже использовал слово не подглядывающие, а поглядывающие. Или посматривающие, может быть, тоже. То есть, когда хочу, посматриваю. Ну, в общем, информация из этого объекта моего посматривания приходит мне в ленту, скажем, в Фейсбуке. Ну, я не знаю, что я его последователь, приверженец его идеи, согласен со всеми высказываниями и так далее. Нет. Посматриваю, да и все. Дальше пишут, я спрашивал, поменялись ли у людей мнения в лучшую сторону об Америке благодаря посматриванию на мои подкасты или послушиванию. Тут написано, Юрий пишет, мое скромное мнение об Америке не менялось никогда. Тем не менее, ваша, Яков, кропотливая системная работа по окучиванию моего постсоветского мозга очень важна и неизбежно влияет на формирование моего мнения о США в динамике. Я-то думал, что я просто встаю утречком и записываю видео о том, что произошло вокруг меня и что меня привыкло. Оказывается, нет. Я все эти годы проводил системную работу по окучиванию постсоветского мозга Юрия. Ну что ж, Юрий, надеюсь, ваш мозг стал благороднее, может быть, более активно воспринимать всякие новости, которые не всегда хороши. Так, дальше. Наталья пишет, вот чтобы заехать в Штаты, нужен тест. Имеется в виду тест на коронавирус, чтобы он был отрицательный. Пишет Наталья дальше. Три дня назад летели из Испании. Наши вакцины Pfizer и Janssen. Janssen это и Johnson & Johnson. Никого не впечатлили, без тестов самолет не пустят. Да, во многих авиакомпаниях они требуют тест, этот PCR, который не старше, чем 72 часа. К тому же на посадке раздают форму Passenger Disclosure and Attestation to the United States of America, где клянешься, что у тебя есть этот отрицательный тест. Правда, по прибытии этого бумага никто не спрашивает. То есть по прибытии в Штаты не спрашивают, но надо ее иметь. Ну, понятно, хорошо, полезная информация, Наталья. В принципе, если честно, я даже не помню, были ли когда-то какие-то скандалы, связанные с этим тестом. Я помню, в прошлом году я несколько раз летал из Майами в Нью-Йорк, внутри страны. И в Нью-Йорке было написано жестко, при прилете ты должен показывать тесты. Я брал даже эти тесты, вернее делал их. У меня была бумажка. Но в аэропорту, например, в Нью-Йорке никто не подходил. Или мог стать какой-то стол. Часто там были какие-то военные у этого стола, куда я якобы должен был сам добровольно пойти и сдать эту бумажку. Никто меня не останавливал никогда. Дальше пишет нам Ольга из Италии, что Мурс сегодня вечером тоже как это грустно. Почему грустно? Спрашивают. Да тут бизнесы набят, работать не дают из-за вируса. А как сборище для футбольных матчей, так все в порядке. И меланхолично оставил телевизор, продолжая смотреть матч на поле Уэмбли. Это о вчерашнем полуфинале, который я тоже смотрел. Но я не смотрел как бы меланхолично, но смотрел. Италия играла с Испанией. Основное время 1-1. Дополнительное время 1-1. По пенальти выиграли итальянцы и прошли в финал. По моему скромному мнению, Испания была сильнее. Более энергично, больше владели мячом, больше передач, больше ударов, больше всего. Но видите, как получилось. Не смогли забить пару пенальти и все, и пролетели. Ну и ладно, посмотрим, как наша Даня сегодня выступит против Англии. Я болею за Даню. Пишет нам Иван Донской. Яшенька, крепкого здоровья. Спасибо, Иван. И вам не хворать. Не думали ли вы о том, чтобы разнообразить ваш замечательный ламповый формат? Например, рассказывать и, главное, показывать, как вы и ваша семья, включая Семочку, enjoy it американскую жизнь. Дядя Миша Портнов с канала Silicon Valley Voice, у которого около 250 тысяч подписчиков, и его жена Света делятся с подписчиками замечательными видео о школе тестировщиков, с магазинов, прогулок, обедов и дней рождений. Что вам сказать? У каждого человека есть свое понимание о том, что называется boundaries, границы. Границы личного и общественного. И у всех они разные. Некоторые хотят просто показывать, как дом-два. Что происходит внутри, в квартире, в доме, в семье, дети рождаются, собачки покупаются, умираются и так далее. Некоторые даже, по-моему, показывают там спальню ночью, в постели, что происходит. И я не говорю, что это правильно или неправильно, но у меня нет такого интереса. Мне неинтересно вас пускать, людей, которых я не знаю, к себе домой. Я, когда что-то касается, что-то происходит интересное со мной, я об этом говорю, но не до такой степени, чтобы прям включать камеру, как я в туалет сходил. Нет, нет. Кто-то другой хочет, пожалуйста. Что касается количества подписчиков, наверное, было бы лучше, чтобы у меня их было больше. Почему? Потому что было бы больше подписчиков, у меня было бы больше интересных комментариев. Больше интересных комментариев, я бы делал больше интересного контента. Другой причины особо нет, потому как я это делаю, чтобы enjoy. Хотя есть немного рекламы у меня в этом, в моем канале, но абсолютно, абсолютно эти копейки, которые я получаю, не влияют никак на мой стиль жизни, и делаю я это все из любви к искусству. Вот утром встал, погулял, записал. Настроение хорошее. Именно потому, что я пообщался с вами. У вас бывают интересные вопросы, комментарии и так далее. Мне это ценно. Было бы больше подписчиков, было бы лучше. Ну, если хотите мне в этом помочь, возьмите сегодня. И отправьте ссылку на мой сегодняшний видеоблог одному человеку, кого вы знаете. Только не говорите мне, я бы отправил, но этому человеку будет не интересно. Не говорите, просто тупо отправьте, если вам нравится то, что я говорю. Не нравится? Тоже отправьте и скажите. Посмотрите на этого козла душного, что он тут несет. Так, идем дальше. Что тут еще есть? Алексей Гопро. Не слишком ли круто не поставлять всем россиянам шампанское? Это я сказал, чтобы сделал я на месте Франции. Если кто-то в правительстве что-то надумал. А вам бы понравилось, если бы в США не поставляли сыры или хамон, только потому, что в правительстве кто-то что-то решил. И вот это интересное замечание, которому можно прицепиться. А именно как? Вот Алексей пишет, не слишком ли круто не поставлять всем россиянам шампанское, если кто-то в правительстве что-то надумал. Это говорит о чем? Что Алексей, наверное, он живет в России. И считает, что он не имеет никакого общества, никакого отношения к правительству России. И также правительство России, что они там делают, не имеет никакого значения и не должны влиять на Алексея. В этом существенная ошибка. И в этом отличие от правительств демократических стран, где людей реально выбирают, реальные выборы идут. И люди должны отчитываться перед своими выборщиками, а то их не переизберут. А если этого нет, много лет назад я записал подкаст, лет 10 назад, о том, что, как мне видится правительство России, это космический корабль, куда все хотят попасть, потому что там сытно и хорошо, и тепло, и уютно. Но как только они туда попадают, они в нем живут, в своем мире. И что происходит на земле, в их стране их уже не волнует. И фидбэка нет. Понимаете? Если народ чем-то недоволен, это не важно. Правительство ничего не поменяет. А у нас важно. До сих пор важно, невзирая на всякие перипетии и нехорошие новости с наших полей и широт. Поэтому это не просто кто-то что-то сказал правительству. Правительство представляет вашу страну. Итак, продолжаем. Тут звонок был, извините. Есть ли еще хоть что-нибудь интересное? Больше ничего интересного не вижу. А, вот еще есть, есть. Да, давайте-ка я скажу буквально два слова по этому комментарию. Тут зашла речь о чертах оседлости евреев, которые жили в председательской России. И Артем пишет. И чем это не дискриминация по расовому признаку? Не расовому, но по национальному суду я согласен. А пишет ему Олег Цуканов, отвечает Артему. Я к тому веду речь, что в черту оседлости на свидание специфические люди, которые, имея все возможности, внимание, которые, имея все возможности уехать и начать полноценно интегрироваться в российское общество, предпочитали жить по местечкам. По своему укладу это был их выбор. Так-то можно жителей Брайтон-Бич называть жертвами расизма. У них тоже своего рода черта оседлости. Олег, вы знаете, как я вас уважаю и часто отвечаю на ваши комментарии. Но что вы несете? Что вы несете? То есть евреи добровольно сказали, какого хрена мне жить в Москве или в Санкт-Петербурге, ходить в оперу, учиться в хороших университетах, работать на любых работах. Лучше я буду жить в Вердичеве или в Жмеренке. Да? Или в Бориславе. Так было, по-вашему, да? Они сами хотели, оказывается. Сами. Нужна мне ваша опера. Литература. Нет. Говорили евреи. И по норкам, по норкам, по норкам. Мы лучше будем парикмахерами. Достаточно, Олег, открыть Википедию на чисто русском языке. Статья называется «Черта оседлости». Я не буду вас утомлять всем этим. Буквально один-два абзаца. Черта оседлости. Вот она тут зелененьким нарисована. В Российской империи с 1791 по 1917 год граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям, то есть иудеям. За исключением нескольких категорий, которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, служившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи. Площадь территории такая-то. То есть было запрещено, Олег, понимаете? И то, что вы пишете дальше про Брайтон-Бич, вы пишете, что вы тут пишете? Так-то можно и жителей Брайтон-Бич называть жертвами расизма. У них тоже своего рода черта оседлость. Если исходить из того, что вы сказали вначале, что они сами захотели, то, конечно, да. Но так как первая установка неправильная, то, конечно, нет. Жители Брайтон-Бич, им никто не запрещает переехать в Бруклин, в Манхэттен, в штат Техас, в Калифорнию или еще куда-то. Им так удобнее. Они видят ценность в том, что они проживают там, едят русские продукты, имеются в виду такие привычные продукты, правильные колбасы, пирожки, беляши, пельмени там полно, хорошее там, то, что называется отдел Дели, где полуфабрикаты, где можно прямо ужин готовый купить. Два квартала от океана, шикарный пляж. Некоторым там нравится жить, понимаете, из-за этого. Ну и что? Я их не осуждаю, это не мое. Но люди так решили сами. У них не черта оседлости. Они могут встать с колен и пойти дальше в Америку. Они не хотят. Ну или некоторые не хотят. Но скоро эта лавочка закроется, дети вырастут все. И там останутся только приезжие, которые приехали, может быть, по гостевым визам, хотят остаться, английского не знают, а что делать, работать на Брайтоне. Кстати, брайтоновские хозяева магазинов, продуктовых, продовольственных, там овощных и так далее, с большей охотой набирают азиатов, набирают латинос, мексиканцев, которые крепкие ребята пашут, не ноют, не жалуются, таскают эти овощи, фрукты, перебирают, убирают гнилое. Выучили несколько русских слов, чем умиляют русских бабушек и дедушек, которые приходят, и их это очень радует. Вот посмотрите, мексиканец, а то он знает, как называть, сколько стоит, и как сдачу, и еще что-нибудь пошутить, даже три слова. И они все очень радуются. Мне всегда умиляли эти русские здесь, даже не только на Брайтонбич, вообще, когда русские видят, что американец знает пять слов по-русски. Пять слов. Они, ой, какой ты молодец. Ух ты! Он может сказать целое предложение о том, что миллионы людей, таких, как я, и других похожих, освоили английский язык, говорят на нем свободно. Свободно. Сделали хорошую карьеру в чужой совершенно стране, без всякой помощи. Это как? То есть, я тоже, конечно, как я говорю, молодец, что он потратил хотя бы какие-то силы, американец, чтобы выучить эту фразу. Потом будет какая-то тупая шуточка, что это все, что я знаю, ха-ха-ха. Вот. Чему тут восхищаться? Не знаю. Никогда не восхищался. Ну, выучил фразу, ну и молодец. И вообще, даже об этом говорить не надо. Окей. Переходим к нашим местным новостишкам. А местные новостишки у нас какие? Вот он наш, похоже, будущий мэр Нью-Йорка, Эрик Эдамс. Подсчитали голоса. Это праймерис в демократической партии. И он идет от них. Это еще не выборы в мэра Нью-Йорка. Выборы будут в ноябре. Но подсчитали голоса. Там была система такая, что можно было выбрасывать из бюллетня тех, кто набрали меньше всего голосов и голоса распределять в соответствии с рейтингами, которые поставили сами голосующие. Он выиграл очень с маленьким перемесом. Очень с маленьким. Первый, вернее, он взял 50.5%. 50 с половиной процентов. Он взял 50 с половиной процентов. А вторая женщина, которая Кэтрин Гарсия, которая руководила тут санитейшен, уборочными всякими машинами, службами и так далее городскими, она взяла 49 с половиной процентов. То есть всего один процент. Разница. То есть в ноябре на выборах от демократа ведет Эрик Эдамс. Против него идет Кертис Слива. Тот, который делал эти вот Guardian Angels в красных билетах ходили там, наводили порядки на улицах, которые ведет шоу на радио. Вероятность, что мэром будет Эрик Эдамс, вот этот, который я вам только что показал, 7 к 1 или 6 к 1. По разным данным говорят в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке отношения демократических, вернее, членов демпартии к членам республиканской партии 7 к 1. Некоторые пишут 6 к 1. То есть вероятно, что выиграет Кертис Слива никакая. Но я бы считал успехом для города Нью-Йорка, если бы Кертис Слива взял бы не одну седьмую голосов, а хотя бы 30%. Если Кертис Слива возьмет 30% голосов, а Эрик Адамс возьмет 70%, то я считаю, это большой успех республиканской партии и изменение в сознании нью-йоркцев и некий крен в сторону республиканской партии. Это все, что я могу пожелать ему. Эрик Адамс 22 года был в полиции, родился в Бруклине. Где-то там что-то ему приписывают какие-то коррупционные дела, но, как говорится, кто не без греха, мы все такие. Он там где-то участвовал, каких-то казинов разрешения давал, где-то там налоговая декорация вроде бы что-то там не то или не сказал, но не важно, не суть. Одним словом, он, главное, он против того, чтобы defund the police, он не хочет забирать фонды у полиции города, может быть, это поможет навести порядок в Нью-Йорке. Он не поддерживает сегодняшнюю риторику Black Lives Matter BLM. Он говорит, он говорит, если черная жизнь действительно имеет значение, это не может быть только против того, что, мол, типа, их унижает полиция. Это должно быть против насилия, которое разрывает на части нашей комьюнити, с нашей сообщества. Так говорит Эрик Эдамт. Что у него из этого получится, не знаю, я ему желаю успеха в этом, чтобы он навел порядок в городе. Это второй черный мэр за историю города. Теперь, следующая важная тема, это, конечно, то, что наши войска покидают Афганистан. Но как покидают? не лучшим образом, давайте поговорим об этом чуть-чуть, о теме Афганистана. 20 лет мы там были. 20 лет мы там были и были там с маленьким успехом, скажем так. Вообще, зачем мы там были, в чем была фишка? Фишка была в том, что Афганистан был рассадник терроризма, ненавидели Америку, Аль-Каида, Бен-Ладен, мол, типа, все корни там. Невзирая на то, что 15 из 19 террористов, которые направили самолеты на наши объекты 11 сентября 2001 года, были гражданами Саудовской Аравии. Но, в принципе, терроризм расцветал и процветал именно в Афганистане. И вся идея была в том, чтобы висеть туда войска, держать их как-то в каком-то нормальном состоянии, чтобы не было опять там, чтобы не расстрелила радикальная террористическая организация, которая, опять же, прилетит к нам на самолетики, вертолетики, прилетит друг волшебник в головом вертолете и бесплатно покажет кино, чтобы к нам ничего не прилетало. То есть, это одна из концепций Америки и военная концепция охранять интересы Америки вдали от страны. Мы хорошо довольно находимся географически вокруг моря. И к нам так просто не долетишь, как бы. Хотя сегодня некоторые правители показывают мультики, в которых видно, как ракета летит издалека и прямо падает во Флориду. Но это мультики пока. И концепция была охранять на дальних подступах. Ничего не добились. Ничего. Наши специалисты готовили военных, готовили проправительственные войска, тренировали их, даже сделали элитное подразделение там. И как только начался отвод войск из Афганистана, вот он уже длится там пару месяцев, параллельно с этим Талибан, крайне религиозная исламская организация, начинает захватывать города и села. То есть все руководство сдается в этих городах и селах, которые раньше были типа на службе государственной в Афганистане и переходят, все эти объекты переходят под правление Талибана. как только последний американский солдат уйдет из Афганистана, может быть пройдет там три недели, но ривен, думаю, может быть даже и меньше, и все, все руководство Афганистана падет и на трон взойдет Талибан. Как говорится, за что боролись? За что боролись? Один триллион долларов был потрачен на эту войну американским народом и моих денег как налогоплательщика тоже там было немерено. Эти деньги можно было потратить, наверное, получше, но на сегодняшний день триллион туда, триллион сюда. За войну во Вьетнаме тоже был потрачен триллион, если брать в эквиваленте сегодняшних долларов, если в тех долларах там 160 миллиардов но война в Вьетнаме шла всего 8 лет. Что касается жертв, это, конечно, важнее, чем триллионы. 2300 солдат и других военнослужащих погибло за 20 лет в Афганистане. Как во Вьетнаме? 60 тысяч американских военнослужащих погибли во Вьетнаме и еще примерно столько же покончили жизнь самоубийством по возвращению в штат. А 700 тысяч человек у них говорят PTSD, то есть Post Traumatic Syndrome Лизора, что-то такое. Ну, короче, проблемы со здоровьем, с психикой, связанные с травмой, которая была где-то. Я уже не говорю о том, я не знаю точно сколько погибло в Афганистане за эти 20 лет в результате нашего присутствия там. Но во Вьетнаме по-моему 2 миллиона погибло вьетнамцев. Это типа мы помогали Южному Вьетнаму в борьбе против коммунистического северного. В 80-е годы Советский Союз зашел в Афганистан. Я не знаю сколько погибло. Может быть, кто знает, напишите, сколько погибло советских солдат в Афганистане, где они были 10 лет. Тоже непонятно зачем, тоже бестолку, тоже вернулись афганцы, тоже травмы, психически нездоровые люди не хотели обратно работать и так далее. Пошли в банды, в ОПГ. И чего мы добились, и чего добился Советский Союз, чего добилась Америка? Не лезьте туда. Пусть они там сами. С одной стороны. С другой стороны, у них опиум, из опиума делали героин и так далее. Уже большое количество афганских военных бежали в Таджикистан в соседний, в Избекистан. Те, которые понимают, что за то, что они просто служили сегодняшней власти, они будут мишенями для талибановцев. Талибановцы уже полностью захватили все вот эти таможенные дела и сказали Таджикистану Don't worry, be happy, не волнуйтесь. Все как было раньше, вся торговля, все грузы, оборот, будут проходить все так же между нами, мы все под контролем. И теперь уже деньги идут в Талибан. С этого тоже. Все эти пошлины, там, навары и так далее. Зачем надо было тренировать этих солдат, которые просто сдаются тоннами, десятками, сотням талибанов? Зачем? Вроде бы есть какое-то элитное подразделение, но может быть оно продержится неделю, но не больше. Афганская армия в основном люди безграмотные, полностью безграмотные, не умеют читать. В афганской армии просветает педофилия. Им туда мальчиков поставляют, понимаете? Наверное, девочек тоже. Что вам сказать? Та еще страна, та еще страна, но все-таки вернемся к этой базе в Баграме, которую вчера покинули американские войска. Ночью, тихо, и новому командующему, генерал, там есть афганский назначенный, чтобы он руководил теперь этой базой, даже не сказали. Позвонили из аэропорта в Кабуле, уже сказали, пацаны, мы вообще-то уехали там солдатам, которые местные патрулировали. Афганская армия знала, что наши уходят. Так? Теперь, что касается самой базы, я думаю, что многие ладочных полос, это tower-башня с air traffic controllers, и все. Ну, и там стоит сотня самолетов и обслуга, бензобаки. Нет, пацаны, нет, девчата. База в Баграме это не такой себе сельский самолетик, аэродромчик. Это целый город, это целый город, на территории которого, например, даже тюрьма была. в которой находилось, и сейчас находится, кстати, 5000 представителей Талибана. Это на базе. Чтобы вы понимали, там транспорт ходит, магазины, всякие там торговые центры большие, больницы. Вот это называется американская база в Баграме. И вот ее бросили. Ее бросили, оставили все, практически все. оставили гражданские автомобили. Некоторые танки остались. Оставили вот эти хамви, хаммеры, вот эти военные автомобили. Оставили количество вообще единиц, там они ввели, они ввезли, не, ввели учет всех этих, всего, что там есть вообще. Там бутылки воды, соки, там наборы специальные продуктовые для того, чтобы солдат кормить и все. Все это оставили. Там десятки тысяч единиц. Десятки тысяч единиц. Эти палатки, эти казармы, все там, вещи остались. Когда они отъехали, американские служащие уже от этой базы, через 20 минут они отрубили свет на этой базе, американцы. Не знаю, как, или там было запрограммировано, как это было. Что произошло дальше? Тут же мародеры, причем это даже говорят не талибан, тут же мародеры ломанулись на эту базу, тырить, выносить, грабить, что можно было, то ухватили и вынесли и разграбили. Не знаю, остановят ли их талибан, теперь как это будет, не знаю. Там действительно было пару вот этих ранвейс, звездно-посадочные полосы, одна там на 4 километра была и так далее. Там был госпиталь на 50 кроватей. И вот я сейчас считаю, Соединенные Штаты оставили там примерно 3,5 миллиона всяких вещичек. Ну под вещичками понимается там вода в бутылках, я знаю, там бритвенные принадлежности, медикаменты, ну вот такое. Вот такое. Одним словом, одним словом, укатили втихаря. Не знаю, гордо ли выходили советские войска из Афганистана, но там, по крайней мере, там были какие-то колонны, днем шли, я помню, через какие-то мосты. Ну, я не знаю детали, не буду врать там, но вот это. Теперь все эти солдаты вернутся домой, что прекрасно, я считаю, что они вернутся домой. Там толку не будет в Афганистане, вернее, толку по нашим понятиям не будет. А они поживут, как они хотят. Пойдет сейчас, конечно, героин оттуда еще более мощно. Я не знаю, как усилится поставки героина на север, в Таджикистан и дальше в Россию, не знаю. Я вам этого не желаю, даже не сомневайтесь. Но что-то будет происходить в этом направлении. Героин это деньги, они талибан, талибан и так этим занимался и раньше, поэтому денег у них тонна, море. Не знаю, что они там будут делать в своей стране, пусть делают все, что они хотят. Это их страна, их дело. Ну вот, и буквально последняя темка на сегодня, на сегодня буквально последняя темка. Это какая? Это губернатор Калифорнии, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, вот он, красавчик, просто голливудская звезда. Если вы помните, в этой весной был референдум, не референдум, собирали подписи на то, чтобы его свергнуть, за то, что он бездарный правитель, бездарный губернатор Калифорнии. И вот, наконец, назначили уже дату. Все посчитали, хватило голосов, и посчитали, назначили дату 14 сентября этого года, будет проводиться голосование в Калифорнии, чтобы отозвать его, и сделать перевыбор, и выбрать другого человека, как губернатора Калифорнии. Я не живу в Калифорнии, и мне трудно сказать, что он делал, но из того, что я читал, полностью закрыто было все, и вот если мы говорим, что у нас был локдаун сильный в Нью-Йорке, закрывали бизнес, не разрешали ничего, то там было еще хуже, там было еще хуже, и все это из-за вот такого правления, которое нанесло очень серьезный ущерб штату Калифорнии. Ну вот, посмотрим, чем это закончится. Вам я желаю всех благ, всего хорошего, чтобы вы ни с кем не воевали, и чтобы вы любили и enjoy своих губернаторов, если их есть, за что enjoy пока. Пока.